слава господу дорогие братья и сестры мир вам во первых хочу братьев поблагодарить мы так договариваемся они свое волнение мое волнение себе забрали сказали здесь спокойно проповедуй вот чувствуется поддержка благодарю вас братья вот знаете мы такой хороший псалом поем кружится как пушинка да и там есть такие слова люди улыбнитесь друг другу пусть свет струится из глаз знаете хочу сегодня в этот вечер вам сказать люди улыбнитесь друг другу пусть из глаз струится свет знаете когда человек улыбается он больше привлекательность становится правда красивее человек становится давайте мы в этот вечер разгладим наши морщинки улыбнемся друг другу потому что господь с нами потому что бог рядом бог нас любит и это время которое он нам подарил и мы можем радоваться потому что мы в доме господнем слава за это господу я поделюсь переживанием одним это было молодежная конференция у нас была вот недавно может месяц может полтора месяца назад и когда был перерыв между духовной ну духовная часть был перерыв обед и нас братьями закрепили за каждой группой вот мне попалась там группа молодых людей мы сидели за столом обедали и ну надо было как-то познакомиться и одна из сестер придумала такой ну как такую игру давайте вы скажете ну а себе там три факта два правильных один неправильный и пусть ну и будем ну угадывать какой неправильный факт в себе сказали ну дошла до меня очередь я там два правильных сказал один сказал что я айтишник все за улыбались вот я понимаю сразу понял что я под этот образ ну не подхожу вот ну ладно думаю потом было время я был ну это мои рассуждения такие было время я был с другом на рыбалке он ко мне подходит в очках такой привяжи мне мормышку ну говорю давай я начинаю привязывать он в очках смотрит на меня ну ты миша и старый я думаю ну меня еще никто так не называл вот но я понимаю что мне уже не дцать да там 20 30 и несят еще но мне ок ну понимаете есть есть время такое я так ну для меня это было вот я как рассуждал мне самому было интересно вот такой промежуточек переходной ок есть в жизни человека да и знаете встаешь утром и кажется бывает все ок по молодежному хочется сказать а бывает и не ок уже а бывает и кажется у тебя уже есть какая-то мудрость но потом ты думаешь и понимаешь что уже на ну еще надо где-то тебе немножко мудрости приобрести порой кажется ты молот и полон сил еще но но бывают дни когда надо чтобы тебе кто-то в чем-то помог вот такой интересный возраст он коротенький переходной там 10 лет да но ок хочется чтоб ну такой определенный возраст и я понимаю что ну и притупляется зрение бывает уже и порой не так себя чувствуешь но знаете вместе со зрением притупляется и память вот я заметил порой по ну уже не могу вспомнить как дети мои были маленькие я лишь вспоминаю по альбому когда смотрю фотографии вот было было такое в жизни было такое в жизни что-то помню хорошо а что-то помню плохо уже не так ну не то память там или как как сказать я не знаю но знаете я так подумал есть в нашей жизни вещи которые забывать нельзя я так эту проповедь так назвал то что нельзя забыть вот есть вещи которые нельзя забыть ну ну просто такая простая житейская такая вот что нельзя забыть да вот ты можешь забыть свое день рождения но попробуй забудь день рождения жены вот это забыть нельзя или день рождения детей ну нельзя забрать и не забывайте не рождения своих жен и детей, вот, пусть Бог благословит, это, ну, такая, по жизни такое, да, но есть духовные вещи в нашей жизни, которые, братья и сестры, забывать нельзя, и мы, читая Библию, это понимаем, вот, например, Иисус Навин, когда они переходили Иордан, на то время Иордан, он был полноводной очень рекой, именно в это время, и если там кто-то думал, что они там через ручей перешли, то это не так, это было, разливалось в то время река очень сильно, и надо было перейти, и вот Бог говорит, когда вы перейдете, там, помните эту историю, зашли с ковчегом завета, вода там стала, там стала, они перешли, но что сказал Господь Иисусу Навину, возьми 12 камней по числу колен Израилевых, для чего, чтобы это была память будущим родам, о том, что сделал Господь, да, мы видим, как Самуил, когда Господь победил врагов, там, там больше, больше Бог сделал, больше Божья была победа, и он берет камень, называет его Аван-Езер, ставит этот камень, говорит, до сего места Господь помог, вот, чтобы не забыли, знаете, мы, как люди порой, мы, что больше всего запоминаем? Плохое, правда, и очень быстро забываем, ну, помним плохое, и очень быстро забываем хорошее, и бывает один какой-то плохой поступок, перечеркнуть, может перечеркнуть все хорошее, что сделал человек, вот, вот такая наша память, и вот, я когда читаю книгу второзакония, вот раз в год, ну, когда читаю Библию, там, по плану, и когда доходит очередь с этой книги, я понимаю, что Моисей, вот, вот, вообще у евреев эта книга называется «Повторение», и Моисей, он стоит перед тем, что он понимает, что он не войдет в обитованную землю, Бог ему сказал, ты не войдешь, но, и он отойдет к Господу, но он понимает, что в это время нужно сказать, или дать наставление израильскому народу, нужно сказать самые важные вещи, самое, что-то самое ценное, знаете, человек, когда на пороге вечности, ему хочется сделать в это время самые важные вещи, вот и Моисею, ему хочется что-то важное оставить израильскому народу, и в шестой главе есть, я хочу поделиться некоторые вещи, их будет три, которые не нужно забывать, и одна, что нужно забыть, вот, и первое, вот здесь шестая глава книг авторозакония, Моисей говорит из 10 стиха, когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую он клялся отцам твоим Аврааму, Исааку, Якову, дать себе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Смотрите, какие слова. Берегись, чтобы не забыл. То есть он понимает, что они могут забыть, когда перейдут за Иордан, там, победят врагов, будет время, они будут есть, насыщаться, хорошие дни забудут. Я помню одного человека, он на Буранова покаялся, и когда он покаялся, Бог исцелил его от онкологии. И он ездил, свидетельствовал людям о том, что Бог сделал в его жизни, но он еще, ну, насколько я знаю, какие-то там отвары пил. И пришло время, когда он такие слова сказал, а я не знаю, Бог мне помог или эти отвары. И коротенькое время прошло, то, что было, то вернулось. И человек ушел в вечность за короткий срок. Ушел в вечность. Вот забыл Господа Бога, забыл. Знаете, мне часто мои родные, близкие, говорят, что, ну, ты там, вот у тебя есть сила воли, ты там молодец, ты там свою жизнь изменил. Знаете, я им всегда говорю, это не, ну, почему же 20 лет назад я не мог свою жизнь изменить, там, или 22 года. Почему? Почему сейчас вот, ну, вы это видите, да, а то, что было 20 лет, вы не помните. Там я не мог изменить, а тут я мог изменить. Я понимаю все, что у меня есть, это не мое. Это дал мне Бог. Единственное, что я сделал, как человек, братья и сестры, вот это. И делал это каждый день. Вот это. Потому что Он мне дал жизнь, Он мне дал церковь, Он мне дал друзей, Он мне дал семью, Он мне дал все. Я сегодня здесь благодаря Ему. И я это не могу забыть. И я это не хочу забыть. Знаете, мы раз в месяц совершаем трапезу Господню. Для чего? Написано, сие творите мое воспоминание. Чтобы помнить, какая цена за тебя и за меня заплачена. Что сделал для тебя Иисус? Помни. Это невозможно забыть. Это невозможно забыть. Если об этом не рассуждать, да, это можно забыть. Но когда ты вспоминаешь это, когда ты понимаешь, что сделал для тебя Господь, когда ты понимаешь, что рядом с тобой Дух Святой, написано, близок Господь кому? Сокрушенным сердцем и смиренных Духом спасет. Когда ты склоняешься на колени перед Ним, Он дает тебе силу. И это не твоя сила, это Он дает. Когда ты склоняешься перед Ним на колени, Он дает тебе мудрость. Не так ли? Когда ты садишься за стол, и ты говоришь, Боже, я благодарю тебя за пищу, ты вспоминаешь о нем. Когда ты на работе, приходишь на работу, Боже, благослови этот день, ты вспоминаешь о нем. Когда уходишь с работы, Господи, благодарю тебя, Ребята, ты дал мне силы, возможность, руки, ноги, сохранила травмы. Ты снова о нем вспоминаешь. Не забудь, написано, берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога. Чего? Твоего. Он твой Бог. Он твой, твое благословение, твоя часть. То, что Он открылся для тебя, не забудь. Это нельзя забыть. Это то, что нам нельзя, братья и сестры, забыть. Второе. Тоже книга Второзакония, 7 глава, 6 стиха, прочитаю. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь, избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов. Но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, выявил вас Господь с рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Что важно еще помнить, братья и сестры, кто ты? Знаете, то же знание того, или осознание того, кто ты, формирует твою жизнь, твое мышление и твои поступки. Осознание того, кто ты, еще раз повторю, формирует жизнь и мышление и поступки. Кто ты? Написано в Библии, Петр пишет, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Для чего? Чтобы возвещать совершенство Отца вашего небесного, да, так скажу. Вот, ну уж, мы, Бог призвал нас быть святыми. В послании Ефесяна во второй главе, там много об этом написано, что Бог избрал, очистил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Да, мы призваны к тому, чтобы делать добрые дела. Мы святые. Да, у нас есть где-то какие-то недостатки, но мы стараемся меняться. И нам важно осознавать, кто мы во Христе Иисусе. Мы божьи люди, и мы свет миру, и каждый наш поступок, он в той или иной мере освещает, ну, показывает людям путь, показывает, ну, мы свет, братья и сестры. Мы должны понимать, кто мы, помнить, кто мы в каждом дне нашей жизни. И многие люди говорят, ну, я там, я недостоин, да, я не могу делать, например, что-то, да, или у меня не получится, прежде чем что-то сделать. Но важно, братья и сестры, как, помните, в жизни Гедеона, когда он говорит, я из наименьшего колена, я, он вточили там, выколачивает эту пшеницу, да, но Бог говорит, ты, муж, сильный, да. И с этой силой иди, ну, и победишь. Вот важно понимать, кто мы. Мы, каждый наделен из нас каким-то талантом, каким-то дарванием, не закапывай его. Может быть, твоя молитва, она, ну, наполнит чашу, и в жизнь человека придет, ну, благословение. Помните, в жизни израильского народа был такой момент, когда воевали с Амаликом, Иисус Навин, и я часто это привожу в пример, это местописание. И вот они воюют, и пока Моисея руки вверху, Израиль побеждает Амалика. Моисей устало пустил руки, Амалик побеждает Израиля. Рядом Аарон и Ор, да, мы про Ора больше в Библии еще один раз, наверное, только читаем. Но если бы его не было рядом с Моисеем, кто знает, что бы было бы, братья и сестры, но был Ор, который помог, поднял руки Моисея. Вот кто знает, а может ты тот Ор, который своей молитвой поднимет кого-то руки, поддержит кого-то, и эта молитва будет решающей. Никто ж не знает, братья и сестры, но помни всегда, кто ты. Ты Божье дитя, ты сильный Божий человек, ты можешь делать то, что не могут другие, потому что с тобой Господь. Я недавно читал про одного животное, одно живет в очень суровых пустыне, пустыне Солара в Северной Америке. Его называют кузнечиковый хомячок. Вот, он очень маленький, но, знаете, сильный очень. Это животное охотится на скорпионов. Знаете, никто, все животные, это многие, они боятся скорпионов, а он охотится. И вот у него организм так устроен, что он яд скорпиона может перерабатывать в обезболивающее. Ему ничего, с ним ничего не будет, он на них охотится. Вот, маленький, но сильный, да. Знаете, мы, люди, написано, немного из вас мудрых, правда, немного сильных, но Бог немощное избрал для чего? Для того, чтобы пострамить сильное, а не мудрое избрал, чтобы пострамить мудрое. В каждом из нас огромный Божий потенциал, братья и сестры. Важно этот потенциал употребить, важно, чтобы, ну, служить Господу, идти за Ним, вот, совершать тот труд, который Бог тебе доверил, не опуская рук. Ну, не можешь что-то делать, можешь молиться. И я уже говорил, твоя молитва, она может быть решающей в жизни того или иного человека. Поэтому помни, кто ты. Ты не где-то какой-то маленький человек, с тобой Господь. И Бог через тебя может сделать огромную работу. Огромную работу. Пусть Бог благословит, чтобы мы всегда вот это помнили. И третье, тоже книга второзакония, восьмая глава, здесь такие слова, всем известное местописание, второй стих. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить себя, чтобы испытать себя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. Написано, помни весь путь. Весь путь. Знаете, мы, я уже говорил, мы часто больше помним что-то плохое или какие-то трудности в нашей жизни. Но через эти трудности кто провел? Господь, правда? Мы порой на какой-то отрезок нашего пути смотрим и начинаем где-то унывать, начинаем где-то печалиться. Это обкрадывает нас в какой-то радости. Но тут написано, помни весь путь. Весь путь. Да, на нашем жизненном пути бывают и трудные времена. Но Бог дает нам силы преодолеть. Когда хорошо тебе, благодари Господа. Знаете, глядя на жизнь Давида, ну, можно сказать, непростая жизнь. Правда, где-то и Саул за ним гонялся, и там согрешал, да, и трудно было, и там овец этих пас. Ну, как-то непростая жизнь у Давида. Если мы читаем Библию, мы видим, что ему были времена и в пещерах прятался, и безумным, ну, прикидывался, если можно так сказать, да. Но в одном из псамов, какие он слова пишет? Моя жизнь, межи мои прошли по каким местам? По прекрасным. Он смотрит на весь путь. Он не смотрит на какие-то отрезки, когда ему было тяжело, потому что, смотря на это, ты унываешь, руки опускаются. Он смотрит на всю жизнь, на весь жизненный путь. Он говорит, мои межи прошли по прекрасным местам. Знаете, тоже этот пример, мы все очень много, часто его слышали, когда человек идет по песку на берегу моря и смотрит на свои следы. Сразу двое пар следов, потом одни, одна пара следов, и он как бы с Богом разговаривает, говорит, смотри, вот ты здесь, ты был рядом, а там, когда мне было трудно, ты меня оставил одного, потому что там одни следы. Господь ему говорит, нет, я тебя не оставил одного, это мои следы, я нес тебя на руках. Знаете, когда тебе трудно, Бог рядом, Он несет тебя на руках, помни весь путь, не забывай, что сделал для тебя Господь, весь путь, не часть какого-то пути. Да, никто не обещал, что жизнь наша будет легкой, но, знаете, мы поем такую песню, об одном прошу лишь я, чтобы я чувствовал всегда, как твоя всесильная рука на плечах лежит моих, и среди житейских битв ободряет ласково меня. Как важно, Бог не обделил нас своим присутствием, братья и сестры, но в каждом дне, Он близок, я уже говорил, смиренным и сокрушенным духом, Бог близок. Смотри на весь путь, смотри, помни весь путь, не какую-то часть. И, конечно же, если есть то, что мы всегда помним, то что-то нам, братья и сестры, нужно забыть. Что-то нужно забыть. Я прочитаю местописание, послание филиппийцам 3.13. Апостол Павел пишет, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот он говорит, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. Вот есть, я как-то беседую с некоторыми людьми, и часто они мне говорят, вот у меня такая сложная жизнь, потому что, ну, в прошлом Бог наказывает меня за прошлые грехи, которые в моей жизни были. Я всегда таким людям говорю, послушайте, написано в Библии, как удалил, как удален Восток от Запада, так удалил Господь твои грехи. То есть, Восток с Западом, они никогда не встретятся. Бог никогда не напоминает тебе о твоих грехах. Он закинул за хребет, когда ты покаялся, примирился с Ним, и больше не вспоминает. Вспоминаешь ты. Или есть тот, кто напоминает тебе о тех грехах, не думая, не вспоминая о прошлом. Помните, забудь прошлое. Знаете, есть время, когда мы можем вспомнить то, что было раньше, но для того, чтобы оценить, что тебе дал Бог сейчас. Вот для этого можно вспомнить, но не будь там, в том прошлом. Знаете, Христос, когда исцелял людей, вот был человек, который 38 лет лежал в купальне Вефезда. К нему подходит Иисус и говорит, исцеляет его, говорит, встань, возьми постель твою и иди. Почему он сказал, возьми твою постель? Для того, чтобы уже сюда не возвращайся. Встань, забери и уходи. Иди, да. Всем он говорил, да, иди, вера твоя спасла тебя. Не оставайся тут, где ты был. Это уже пройденный этап. Это прошлое. Иди вперед. И апостол Павел здесь пишет, я не почитаю себя достигшим. Знаете, есть вещи, мы думаем, ух, как я уже достиг чего-то, да. Ух, какую я проповедь отпроповедовал. Вот это да. Вот это вышка, да. Послушайте, впереди еще есть лучшая проповедь. Или кто-то думает, как я сегодня хорошо спел. Слава Богу. Класс. Как я, какой стих я написал, это вообще отлично. Но лучший стих впереди. Лучшая проповедь впереди. Лучшая песня впереди. Лучшая песня там, когда ты встретишься с Ним. Лучшая проповедь там, когда ты с Ним там встретишься. И лучший стих. Все лучшее, что ты думаешь здесь на земле, не, оно будет там. Иди вперед. Не останавливайся. Пусть прошлое тебя не сдерживает. Возьми свою постель. Иди вперед. Господь хочет, чтобы ты не был, вот он тут пишет, апостол Павел, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Мы знаем, какое вышнее звание во Христе Иисусе. Правда, братья и сестры? Раб Господа Иисуса Христа. Делаю то, что мне должно делать. Вот это правильное положение. Это вышнее звание. Пусть Бог благословит каждого из нас. И еще такой пример приведу. Мы все помним жену Лотову. Ее сердце настолько было привязано к прошлому, что она не могла это оставить. Повернулась и стала соляным столбом. Осталась на том месте, где она была. Вот пусть Бог благословит нас, чтобы мы не оставались в прошлом, а стремились вперед. Жили в настоящем и стремились к будущему. В Господе Иисусе Христе. Еще раз важно, что нам нужно помнить. Помни Господа Бога Твоего. Второе. Помни, кто Ты. Помни весь путь, которым вел себя Господь и ведет Господь. И поведет еще Господь. И забывая заднее, оставляй прошлое, стремись вперед. В цели и почести Вышнего звания во Христе Иисусе. Пусть Бог благословит каждого из нас. Ему за все да будет слава. Давайте мы поднимемся, поблагодарим нашего Господа. Если, может быть, у кого-то есть нужды или вопросы, вы нуждаетесь в молитве, братья-служители есть, они помолятся за каждого из вас. Вот, может, у кого-то уныние. Я не знаю, но я верю в то, что молитва, она поднимет тебя, даст тебе силы идти за Господом. Вот, если...